Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! В сегодняшнем выпуске мы постараемся разобраться в вопросе браков с иностранцами. Попробуем понять, насколько этот вариант актуален, а выводы вы делаете сами. Для большинства женщин земляки являются лучшим вариантом для семейной жизни в браке, но есть категория невест, которая рассматривает кандидатуру жителей других стран. Большое число браков с иностранными гражданами говорит о том, что существуют огромные плюсы брака с иностранцами. Почти все романтические натуры отыскивают в ней вероятность расширения горизонтов, новые перспективы, знакомства с культурой иного народа. Такой брак помогает в изучении языков, чего буквально невозможно достичь каким-либо другими способами. Как правило, девушки чаще всего оценивают женихов, которые уже состоялись как личности, готовы гарантировать семейную жизнь и предоставить избраннице наивысшую степень комфорта в ней. Крепкий фундамент материального благополучия является залогом того, что молодая семья не распадется. Большое значение играет тот факт, что не придется жить под одной крышей с родителями одной из сторон. Совместное проживание в российских условиях – причина большого количества разводов и неурядит семье. В Европе молодой семье не придется скитаться по съемным квартирам, считать копейки и находиться в долгах. Выйдя замуж за иностранца, вы можете получить гражданство другого государства, но не сразу, на это может уйти от 7 до 15 лет. Дети от интернационального брака растут в культурной среде и владеют языками своих родителей. Это дает им преимущество перед своими сверстниками, которые воспитываются в межнациональной семье. Они быстрее адаптируются в различных ситуациях и в большей мере приспособлены к самостоятельной жизни. Если супруг россиянкин гражданин экономически развитой страны, то она получает ощутимую материальную выгоду. Трудоустройство по специальности за рубежом позволяет рассчитывать на достойную оплату труда, которая многократно выше российских зарплат. Чаще всего происходит так, что девушка уезжает учиться в другое государство и уже осев в этой стране, создает семью с иностранцем. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. Если потенциальный муж гражданин одной из развитых стран, то женщине при вступлении в брак становятся доступны различные социальные блага. Все же там выше уровень и медицинского обслуживания, и социальной защищенности, и жизни в целом. Брак с иностранцем, кроме массы преимуществ, имеет определенные недостатки, о которых потенциальная невеста не желает слушать и продолжает мечтать о сказочной жизни за пределами родины. Некоторые из них жалеют, что не прислушались к доводам разом и не взглянули на ситуацию реально. Следует понимать, что жене иностранке нелегко стать своей в чужой стране. Длительность пребывания в другой стране не играет роли, и через 20, и через 40 лет она, возможно, так и не будет восприниматься иначе. Наши женщины любят изливать душу подругам и друзьям, но в большинстве зарубежных стран такое поведение неприемлемо, поэтому на сочувствовать рассчитывать не приходится. Для этого за рубежом существуют психологи, которым обращаются за помощью в трудной ситуации, но стоит это достаточно дорого. Интернациональный брак неизбежно предполагает наличие непреодолимой психологической дистанции, это связано с тем, что с иностранным мужем не может быть общего прошлого, впечатлений и воспоминаний родом из детства, а также в основе воспитания лежат разные культуры. Понять некоторые языковые нюансы может только его носитель, поэтому не избежать сложности с восприятием пословиц, идиом, цитат из художественных произведений. Для мужчины, который вырос в среде американского или европейского мегаполиса, очень важна материальная составляющая – бизнес и зарабатывание денег. А жена и дети порой находятся на втором плане. Что касается работы, сидеть без нее значит зависеть от мужа. Нормальная современная женщина вряд ли этого захочет. Да и, к слову, многие заморские принцы могут подобное и не позволить. Их девиз – экономия и равноправие. Поэтому рано или поздно искать работу вам придется. А найти ее непросто. Российские дипломы не всегда признаются за рубежом. Законодательство большинства зарубежных стран предусматривает автоматическое гражданство для детей, рожденных на их территории. В счастливом браке с иностранцем проблем при воспитании детей не возникает, и мужья охотно помогают в этом. Но колоссальные сложности появляются в случае начала бракоразводного процесса. Необходимо знать свои права и обязанности в чужой стране, иначе вы рискуете создать себе кучу юридических проблем в будущем. Брачный договор, опека над совместными детьми, вопросы собственности – все эти моменты лучше обговорить и документально оформить сразу. Во многих странах Европы легализованы однополые браки, поэтому жители многих неевропейских стран, в которых существует ограничение прав, стремятся переехать в Европу, где уровень свобод существенно выше. Люди сами выбирают, какой быть ориентацией, какую религию принимать, как выглядеть, имеют право на свободу слова и выбора. Также они могут как публично показывать свои отношения, так и скрывать их. Европейцы считают однополые отношения естественными и стараются их принимать и уважать, как любую форму сексуальности. В завершение хотелось бы сказать, что любая культура имеет свои истоки, традиции и, конечно, правила. И все это сидит в нас намного глубже, чем мы предполагаем. Так что, если вы собрались замуж в чужую страну, стоит заранее узнать, сколько свободы она вам предоставит, насколько вы совместимы друг с другом. Ведь, увы, есть вероятность, что эта страна так и не станет для вас новой родиной. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно, а также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Субтитры сделал DimaTorzok